Всем привет, добро пожаловать в новое видео, оно будет о пустых баночках. Наливайте себе холодный кофе, или чай, или лимонад, а может быть винишко, и поехали! Стоп! Притянула мне свою... Как вам щеночек? Три с половиной месяца, 14 килограмм. Я поставила себе цель позаканчивать начатое, и у меня довольно неплохо получилось. Очень классный крем с церамидами, еще и с хорошим составом от корейской марки Холика Холика. У них есть целая линейка под названием Гуд Цера, и вот этот крем мне особенно нравится в холодное время, но если вы предпочитаете текстуру полегче, у них есть там и лосьоны, и какие-то другие вариации, я бы с удовольствием купила, например, тоник или эссенцию. Думаю, что ближе к осени я обязательно присмотрюсь, и у него была, нельзя сказать, что прям такая, знаете, плотная консистенция. Достаточно было нанести совсем немного, но он так хорошо питал, восстанавливал кожу, и при регулярном использовании, например, там в течение недели, когда суперсухая кожа, прям заметно и ощутимо, как хорошо он ее восстанавливает. Уходит ощущение стянутости, меньше каких-то высыпаний на фоне обезвоженности или неправильного ухода, или когда ты переборщишь с кислотами, то ты чувствуешь, что твоей коже нужно восстановить защитный барьер. И очень часто все наши вытекающие проблемы высыпания, более заметные морщинки, сухость, шелушение проявляются из-за того, что у нас нарушены защитные функции нашей кожи, защитный барьер. И вот церамида это как раз то, что ей необходимо. И в принципе церамида это всегда хорошо для нашей кожи. Вот я помню, что я заказывала его на польском мейкапе, без каких-то особых ожиданий лучше быть приятно удивленной, чем глубоко разочарованный. И получилось как раз обратное, я очень сильно его полюбила, я оценила, его надолго хватает. И здесь отсутствует 7 агрессивных ингредиентов, которые могут раздражать кожу, поэтому эта линейка еще и хорошо подойдет тем, у кого чувствительная кожа. Я думаю, что я когда-то обязательно к нему вернусь. Крем под глаза, опять корейская марка. Это Миша, очень красивая упаковка, она еще и тяжеленькая. Этим приятно пользоваться, вполне удобно, потому что в комплекте продается еще и лопаточка, которую ты набираешь и не залезаешь в банку руками. То есть там не размножаются бактерии. У него была очень плотная консистенция, присутствовала отдушка, но вы знаете, она не отталкивает и не ощущается, еще и не раздражает глаза. Это такая антивозрастная история. Здесь экстракт какого-то женшеня. Я делала на него обзор. Он очень хорошо питает кожу. Мне кажется, что особенно в холодное время или для тех, кто нуждается уже в каком-то уплотнении, чтобы это не было легкое увлажнение, которое впитывается за 5 минут и потом как будто испаряется. Нет, это еще и защитный слой, и это поддержание кожи в хорошем состоянии. Я ничего такого не делала с областью под глазами. Несмотря на то, что через полгода мне уже будет 35, у меня нет каких-то гусиных лапок и особых морщин под глазами. И я думаю, что это заслуга правильно подобранного ухода в частности. То есть это и превентивное действие. Если уже есть какие-то явные морщины, то понятное дело, что никакой крем их не уберет. Это нужно понимать. Но когда ты видишь, что у тебя тонкая кожа, она чувствительная, она сухая, то с этим нужно что-то делать, чтобы хотя бы это не усугублялось. Крем абсолютный восторг. Я заказывала его на iHerb. И в этом случае цена, расход, действие, все очень хорошо сбалансировано и справедливо. Поэтому очень вам рекомендую. Увлажняющее масло для тела от польского бренда Belenda. Это линейка веганская мюсли с овцом, пшеницей и кокосовым молочком. У них есть еще и питательный вариант. Но вы знаете, заявлено, что это увлажняющее масло, а по факту оно питает. Оно ощущается на коже, оно сильно пахнет. И по моим ощущениям, оно больше подойдет тем, у кого постоянно сухая кожа, круглый год, и в теплое время года, и в холодное. Но все же всем остальным, у кого нормальная кожа, кто просто хочет как-то за ней поухаживать, больше осень-зима. Это его время. Плюс здесь такая душка. Упаковка все еще пахнет. Сладковатая. И мне кажется, что летом она может раздражать. Сладковато-сливочная консистенция. Не супер плотная, которую сложно распределить. Она вот действительно как подтаявшее масло. Все скользит так, приятненько. Мне нравилось. Я с удовольствием использовала его. Здесь много этого масла, 250 мл. И поверьте мне, что не нужно наносить очень много, для того, чтобы кожа была улажненной после него. Автоматический карандаш для бровей от Бобби Браун. В нем все прекрасно, начиная от продуманной упаковки, заканчивая цветом и эффектом. Единственное, что останавливает меня перед повторной покупкой, это цена. Потому что все средства для бровей, лично для меня, это как расходный материал. Я могу отказаться от туши, от тонального крема, от консилера, от бронзера, от чего угодно, но, пожалуйста, оставьте мне мои брови на лице. Я не всегда люблю окрашивание на себе, потому что зачастую оно и темнее, и холоднее, чем я сама себе могу нарисовать какими-то декоративными продуктами. Поэтому я предпочитаю подкрашивать их ежедневно. Да, это не очень удобно, но как бы у каждого свои заморочки. И в этом карандаше было прекрасно все. Была щеточка, которую удобно можно и вычесать брови, и уложить, и со второй стороны стержень, которую можно и выкрутить, и закрутить. Поверьте мне, это не всегда так, даже в люксовых брендах иногда ты выкручиваешь, и потом обнаруживаешь, что назад как бы дороги нет. И цвет здесь был правильный, у меня оттенок блонд, то есть именно для пшеничных блондинок это не тауповый цвет, а он оливковый. Я всегда такие выбираю, иногда мои волосы в камере вот как сегодня выглядят холоднее, и брови тоже, потому что я использую разные камеры для съемки, разное освещение, и очень часто цвет волос и бровей на видео выглядит по-разному, и иногда даже появляются вопросы, а ты что, покрасилась? Нет, просто это другая камера и другой свет. Так что карандаш, конечно, супер, но это дорого. Возможно, когда-то будут большие скидки, но это не точно, потому что сейчас даже у недорогих брендов есть отличные варианты, а этот по мягкости был такой, как надо, то есть он не жесткий, он не царапал кожу, он хорошо пигментированный, но цена? Возможно, кто-то предпочитает люкс и пользуется исключительно дорогой косметикой, тогда вам на заметку. О, это было очень крутое отшелушивающее средство от бренда Дерма-Э, это как будто такой легкий кислотный пилинг, но он абсолютно деликатный, если вы уже продвинутый пользователь кислот, то, наверное, он для вас покажется никаким, но у меня кожа иногда бывает капризная, она бывает чувствительной, там, более-менее, но тем не менее. И для регулярного использования я выбираю что-то такое щадящее. Я могу сказать, что даже летом я не побоялась бы его наносить, потому что я каждый день и так использую SPF, и я знаю потребности и способности кожи восстанавливаться, поэтому нужно купить повторно. Он обновляет нашу кожу, он делает оттенок более равномерным, я как-то настолько ограничила список своего ухода, было абсолютно не до этого, что вижу, вот, как раньше моя кожа была более гладкой и цвет был более однородным. Нужно, короче, снова возвращаться к кислотам и заниматься с собой, но постепенно, потому что за окном все же лето, и для меня это такой универсальный вариант, которому я доверяю. Мицеллярная вода от Evoline в таком удобном формате, здесь 100 миллилитров как раз в сезон отпусков, отлично, но я люблю, когда у меня вот небольшая баночка мицеллярки стоит на туалетном столике, если я где-то накосячила с макияжем, раз-раз, подтерла ватной палочкой и все хорошо. Мицеллярная вода, как и остальные от Evoline хорошо убирают, ну, во всяком случае, ту косметику, которую я наношу на себя, это не гиперстойкие тональные кремы, это не водостойкие туши, все остальное смываются отменно, плюс я всегда беру у них большую бутылку именно в ванную комнату, чтобы постоянно не бегать, мицеллярка это то, что регулярно заканчивается и все их мицеллярные воды, они бывают там с отдушками, без отдушек, для чувствительной кожи, увлажняющие, но вот, наверное, для жирной кожи у меня ничего не было, но тем не менее, они никогда не раздражают мне глаза, они хорошо отмывают кожу, я помню, у меня был период, когда я отказалась от гидрофильного масла, мицеллярка убирала первый слой штукатурки, а потом только гель для умывания, и у меня не было никакой реакции кожи, то есть, все было окей, это опять же тот вариант, когда нужно что-то купить, и я без раздумий беру любую, только не для жирной кожи, цена и качество вот так, я вижу, что у меня тут много всего после зимы, питание, ретинолы, кислоты, но, если вы не знали, то половина лета прошла, начинаем готовиться к осени, я сама не могу в это поверить, но, тем не менее, действительно, это факт, сыворотка с ретинолом от медикейт, ее здесь совсем немного, это было капец как дорого, 15 миллилитров, но я помню, что это был какой-то Black Friday, или что-то такое, когда я заказывала с очень-очень хорошей скидкой сразу несколько средств от медикейт, и это была сыворотка в маслянистой форме, ух ты, еще капелька осталась, как так получилось, в общем, это сыворотка, которую лично я часто наносила просто поверх эссенции или тоника и без ничего, потому что она слегка выравнивала кожу, при этом напитывала, но она не сыворотка агрессор, то есть это не тот ретинол, который как утюг разглазит вам кожу, который снимет верхний слой вашего лица, нет, это очень-очень деликатное средство, это нужно понимать, это для новичков или для тех, кто хочет поддерживать кожу в хорошем состоянии, после, например, какого-то пилинга профессионального, или вы сами делаете себе кислотные или ретиноловые пилинги дома, то есть это что-то, что будет выполнять несколько задач, и питание, и легкое разглаживание цвета кожи, где-то какие-то прыщики быстрее заживляются, и это та сыворотка, которая не впитывается под ноль, то есть она маслянистая, и ей нужно какое-то время, но это не то масло, которое вот жирной такой штукой размазывается, оставляет как фильтр, нет, у меня это масло за ночь впитывается, и я не просыпаюсь запухшее, заплывшее всем этим маслом, нет, очень приятное, и вот у меня сегодня будет много средств, которые я с удовольствием повторила бы, это тоже оно, очищающий гель для нормальной и жирной кожи от бренда и Кукинг, мне он нравился, и я не могу сказать, что он агрессивный, но все же, если у вас сухая или очень обезвоженная кожа, я советовала бы присмотреться к чему-то другому, но так как за окном лето, и сейчас я не страдаю сухостью кожи, он мне подходил, и я хочу вам сказать, что у этого бренда хорошие составы, он веганский, здесь и витамин Е, и экстракт огурца, я помню, что когда-то у меня был их крем под глаза, антивозрастной, и я была в него влюблена, несмотря на не совсем бюджетную цену, я заказывала его повторно, вернусь ли я когда-то к этому гелю, не знаю, но если он снова мне попадется под руку, то я так же, как и этот, закончу с удовольствием, он немного пенится, он не пересушивает кожу, не стягивает ее, хорошо очищает даже остатки макияжа, из минусов они все же есть, по моим ощущениям, это быстрый расход, он закончился быстрее, чем некоторые другие гели для очищения кожи, и так же явная отдушка, я предпочитаю, когда она или совсем отсутствует, или менее ощутима, но в целом неплохо, маслянистая маска для губ от бренда Petit Fee, это тоже корейский бренд, если у вас мега сухие губы, то наверное нужно поискать что-то другое, например, это питательная маска с бананом от V-Line, которая для губ, она в таком тюбике, а это скорее для ежедневного использования, и очень удобно то, что тоже есть такая лопаточка сразу в комплекте, ты распределяешь по губам, и утром губы как новые, у меня вариант, по-моему, с облепихой, с чем-то таким травянистым, именно так она пахнет очень натурально, я не помню, когда я видела обычную облепиху, да, натуральную, то есть, я знаю, что много где она продается, замороженная, свежая, в Польше это редкость, я ни разу не видела, я не помню, как она пахнет, но вот это чем-то таким травянистым, мне этот запах по душе, можно выбрать другой, их там много, ее она очень долго хватает, и тут тоже как бы соотношение цена-качество окей, потому что ею можно пользоваться чуть ли не год, она была у меня долгая, я не помню, чтобы она как-то, даже сейчас, вот, прошло уже сто лет, не пахнет чем-то протухшим, вот, и я помню, что, когда соседи взяли к себе переселенцев из Украины, я собирала косметический набор для девушки, и я положила ей новую масочку, не помню, какая точно была, и потом она говорит, Оль, вот, спасибо тебе, особенно благодарность за восстанавливающую маску для губ, она говорит, что я их даже покусала от нервов, и за несколько дней все прошло, поэтому делюсь с вами еще дополнительным отзывом, так что, да, вот эта масочка хорошая, и как обо всем, не обо всем, ну ладно, о многом, в этом видео могу сказать, что нужно купить снова, консилер от мак, который prolonger, когда-то это было культовое средство, одно из первых, которые я приобрела в маке, и почему я выбрасываю половину упаковки, дело в том, что он изменил свою консистенцию, я не так часто его использовала, и он очень экономный, поэтому вот сейчас, когда я выдавливаю его, я вижу, что внутри как будто крупинки, то есть в самом вот этом консилере, и это тоже остается, когда я наношу его под глаза, плюс это такая чувствительная область, что я не рискую, и я его очень давно покупала, а может мне его и присылали, я не помню, NW20, я взяла себе сейчас оттенок пожелтее, этот скорее нейтральный или холодный, и многие неправильно используют вот этот консилер, и говорят, что у него недостаточно покрытия, что у него недостаточная стойкость, и так далее, и так далее, у меня есть мега старый, но все еще актуальный обзор на продукцию от Мак, и я до сих пор могу сказать все то же самое, при грамотном использовании можно замаскировать и круги под глазами, и при этом он хорошо будет держаться и на возрастной коже, но это не вариант на каждый день, хотя, если я наношу, например, питательный крем, то я тоже без проблем могу комфортно ощущать себя в течение дня, и почему я снова приобрела его, иногда на коже появляются несовершенства, и вот он такой жидкий, да, я наношу его пальцем или кистью на ту область, которую я хочу перекрыть, как-то спрятать от окружающих, и от себя в том числе, и даю ему как бы подсохнуть, застыть, и потом только растушевываю края, поверьте мне, что он никуда не денется в течение дня, или когда я делаю стойкий макияж, я хочу, чтобы идеально все было под глазами, я даже свою маму красила этим консилером, и он не западает в мелкие морщинки, главное не переборщить, и желательно нанести его спонжем, не какую-то железобетонную пудру, и вы знаете, это одно из тех средств, которое вот сквозь годы все равно остается актуальным, и я думаю, что для профессионального использования это мега штука, я не профессионал, но я все равно его покупаю, вот, слушайте, мак, они, конечно, крутые, несмотря на то, что там какие-то тренды, не тренды, постоянно что-то новое, у меня есть такие любимцы, которые я использую годами, это и румяна, и некоторые тени, и пудры, мак, это большая любовь, и помада их, у меня, наверное, знаете, какое-то особое отношение к мак, потому что, когда я начинала снимать, все о них рассказывали, и это не дешевая косметика, но у нее действительно небольшой расход, и тогда, когда я первый раз пришла, я растерялась, я не знала, что мне купить столько много всего, и девочки снимали коллекцию мак, и что-то там еще, мне тоже так хотелось, и думаю, блин, и дороговато, и ты приходишь, и не знаешь, как оно будет, и спустя много лет я бы многое купила повторно, они очень крутые. Еще одна баночка от Holy Land, это лосьон для лица под названием Double Action, это вообще линейка для оправленной кожи, и я из этой баночки переливала во всякие маленькие форматы, часто возила с собой, вот у меня есть одна большая проблема, о которой я часто рассказываю, и я могу себе наковырять там, где чего-то нет, и вот знаете, сделать поле битвы на лице, это психологический момент, однозначно, и я надеюсь, что когда-то наступит то время, когда я скажу, я с этим справилась, я больше не ковыряю свое лицо, к чему я это, к тому, что когда я что-то раз царапаю, или все-таки мне удастся, я уберу это осторожно, все же на лице есть покраснение, и вот чтобы чуть-чуть его убрать и подсушить ранку, я наношу на ватный диск эту вещь, и подсушиваю, прям на воспаление, только чистым ватным диском, и он очень хорошо снимает покраснение, поэтому он снова у меня в косметичке, только маленькая баночка, и он очень мятный, такой уж прям как холодный по ощущениям, надеюсь, что когда-то мне он больше не нужен будет, ну а пока что снова стоит, постоянный житель моих пустых баночек, это консилер и корректор два в одном от бренда Пупа, Wonder Cover, я его большой фанат, у меня оттенок номер два, я так много, и так часто о нем рассказывала, так и регулярно, что мне кажется все о нем знают, у него очень высокая плотность покрытия, и если у меня есть постакне, или что-то, что мне нужно скрыть, прям заметное на лице, я использую его, он кремовый, я практически никогда не использую его под глаза, а именно на лице, что-то там скрываю, и он гарантирует мне безупречную стойкость в течение дня, такой универсальный оттенок, номер два на целый год, но есть и посветлее, третий для загорелых девочек, линейка с ретинолом от бренда, вот никогда не знаю, как он правильно читается, Юз, это корейская марка, они когда-то предлагали мне сотрудничество, но я, по-моему, забыла им ответить, очень даже зря, потому что многое из того, что я покупала сама, мне искренне нравилось, это была сыворотка, с ретинолом, здесь два с половиной процента, но мне кажется, что по факту здесь вот комплекс гиалуроновой кислоты, витамина Е, алоэ вера и ретинола в общей сложности два с половиной процента, потому что он не прям, он, она, не такая мощная, как, как мне кажется, ретинол был бы в концентрации два с половиной процента, плюс у нас недоступно в продаже, даже если, когда я покупаю на херп, там что-то, где концентрация превышает допустимую форму здесь в Польше, они не пропустили бы его на границе, поэтому мне кажется, что это как бы в общем, да, всего, и у нас то ли один процент, допустим, то ли половина, сейчас могу ошибиться, но точно меньше, чем два с половиной процента, и эта сыворотка, это как волшебная палочка, я помню, что, господи, почему я не купила ее, я так расхваливала ее, и она действительно работала, я иногда сама забываю о том, что у меня было, вот я думаю, что если я не найду ничего другого, то скорее всего, ближе к осени, вы увидите у меня это в подборке на холодное время, для обновления, для антивозрастного эффекта, и ретинол работает на мне еще и таким образом, что у меня меньше высыпаний, то, что уже есть быстрее, заживает, и это та сыворотка, которая не вызывала у меня активных шелушений, я думаю, что если бы здесь было два с половиной процента ретинола, я бы облезла, как змея, через несколько дней, и крем под глаза, тоже юз, юз, ретинол, два с половиной процента, еще раз повторюсь, что мне кажется, это в комплексе гиалуроновая кислота, кофеин, и зеленый чай, очень много здесь крема под глаза, 30 миллилитров, но это невозможно использовать под глаза, поэтому я наносила еще и поверх сыворотки, в качестве крема для лица, и эффект был персик, мицеллярный шампунь от Эволайн, у них есть целая линейка, я даже не знаю, а, вот, для жирных волос и чувствительной кожи головы, у меня их было несколько, и все они хороши, я капризный клиент, что касается ухода за волосами, именно очищения, потому что некоторые шампуни вызывают у меня раздражение, покраснение, перхоти у меня нет, но я вам рассказывала, что иногда там что-то чешется, сейчас, где постучать, тьфу-тьфу-тьфу, вот это до сих пор у меня осталось, хотя я не суеверный человек, и я так же не верю во все эти таро и так далее, но вот это почему-то до сих пор как-то не получилось искоренить, так вот этот шампунь просто хорошо очищал кожу головы и волосы сами по себе, и он был жидким, вот, кстати, девочки, если шампунь перламутровый или белый, у меня всегда сосульки на голове, если он прозрачный, я практически уверена в том, что он сработает хорошо, именно не будет вот этой жирности, этот был жидким, как я люблю, хорошо пенился, и при этом не раздражал, написано, что без SLS и без SLS, но мне кажется, что они просто намешали сюда чего-то другого, и у меня сейчас еще один такой же, мы в ванной комнате, сейчас будет нашествие буквально всяких тоников и эссенций, одна из самых классных эссенций, и для проблемной кожи, и для увлажнения, у Time From, это эссенция с полынью, я была от нее в полнейшем восторге, и маска у них отменная, крутая штука, и она в такой стеклянной упаковке, тяжеленькой, все престижно, и в составе здесь тоже много полезностей для кожи, если она у вас склонна к высыпаниям, но при этом вы нуждаетесь в восстановлении, я думаю, что вы ее оцените, мне ее хватило на очень долго, я использовала ее и этой зимой, и этой весной, и я не стану повторять, но вы и так поняли, это, наверное, все-таки тоник от бренда Миша, линейка Time Revolution, я не видела его в отдельной продаже, я покупала его в наборе, там была моя любимая эссенция, и две миниатюры, очень выгодно получалась, тоник как тоник, ничего прям сверхъестественного, и чудес он не вытворял на коже, но действительно, как первый шаг после умывания, он убирал ощущение легкой стянутости, я просто не использую гели, и всякое такое, что может вообще у меня, знаете, сделать сухой лифтинг, поэтому не страдаю таким, что вот срочно-срочно намажьте на меня что-то, для того, чтобы восстановить какой-то кожный баланс, в моем случае, просто приятная вещь для использования, но, наверное, если бы я уж и выбирала, то взяла бы эссенцию, тоже Time Revolution, в целом, окей, смягчающий, балансирующий тоник от Sensation, это тот, который зеленый, мне он нравился, он подходит для чувствительной кожи, он ее немножко увлажняет, подготавливает к очередным уходовым сывороткам или кремам, что вы предпочитаете, и минимальный расход, приятный такой чуть огуречный аромат, чистый кайф от использования, но и главное то, что когда были какие-то покраснения, особенно после душа, если я умываюсь в душ, это мою голову, я выхожу просто как помидор, и вот в таких случаях явно заметно, как работает тот или иной уход, эта эссенция сразу успокаивала мое лицо, и я из помидора превращалась в человека, я видела, что он продается на мейкапе, не знаю, как сейчас, это американский бренд, надеюсь, что с поставками все хорошо, ой, тут я не буду долго останавливаться, мой любимый прозрачный гель для бровей от ланком, это была супер фиксация, и это было так быстро, идеальная, странная щеточка, которая удивительным образом выкладывала безупречные брови, как только его сняли с производства, началась моя эпопея с поиском того, самого единственного, классного, мега стойкого геля для бровей, и сейчас у меня снова проблема, но я вижу, что на официальном сайте американском он представлен, почему его не привозят сюда, я не знаю, и оттеночный, есть двойка и тройка в продаже, единички моей любимой, нет, как так, что за несправедливость, вот стоит мне что-то полюбить, обязательно это перестает продаваться, это уже такая подлая закономерность, крем под глаза от Evelyn, по-моему, он был 60+, что-то в этом духе, это крем с золотом и ретинолом, ну, девочки, я могу вам сказать, что это не тот самый утюг, который уберет вам морщинки под глазами, но это в целом был неплохой крем, правда, видите, я использовала его до конца, ничего здесь нет, я прям выдавливала как не в себя, и я использовала его зимой, когда было холодно, мне всего в нем хватало, у него легкая консистенция, это больше все-таки, наверное, увлажнение на границе с питанием, но если сравнивать с Мишей, то Миша более питательный, тут однозначно, и я использовала его как на ночь, так и утром под макияж, написано, что это крем сыворотка, приятная консистенция, вот если ищете что-то бюджетное на каждый день, не обязательно 60+, мне кажется, что вот эти вот пометки на упаковках, это чисто маркетинговый ход, нужно выбирать по ингредиентам, и опять же, здесь нет столько ретинола, который мог бы отшелушить кожу под глазами, просто неплохой, недорогой крем под глаза, туши для глаз, точнее база и туши варьете, это безупречные реснички, как крылья бабочки, я сегодня, девочки, накрасилась, ну я не знаю, за 5 минут, наверное, потому что я в процессе сбора в отпуск, так что, не знаю, не ручаюсь, что там со мной происходит, как получилось, так получилось, к сожалению, сейчас это все у меня закончилось, и вообще варьете, это те туши, которые для моих ресниц предел мечтаний, они разделяют и выкладывают и хорошо держатся, а если еще и добавить базу, то потом это да, ну и без базы, это супер черные ресницы, для кого-то они наносят слишком много туши, для меня в сам раз, так что ресница была заметна ей богу из космоса, она и удлиняет ресницы, здесь удобная силиконовая щеточка, я думаю, что многие из вас знают, как она выглядит, вот такая, точно такая же у базы, только она белая, когда база застывает, то она перестает быть интенсивного цвета, и поверх прокрашиваешь тушью, база не просвечивается, и сейчас вышла розовая тушь, она чуть менее, вот такая кремовая, как вот эта, золотая, и она меньше именно наносит самого средства, то есть написано что-то объемное, но по факту та более разделяющая, удлиняющая на моих ресницах, это дает больше объема, вот такая между ними разница, хоть по отдельности, хоть вместе, для меня это всегда то, что сработает, хлопай ресницами и взлетай, из дорогих тушей, и среди не силиконовых щеточек, Armani Eyes to Kill, это что-то, что делает мега пушистые реснички, но вот я сама не ожидала, что мне понравится она, она когда-то у меня была, и что-то как-то так не прониклась, и вот несмотря на то, что я чаще всего приобретаю бюджетные туши, потому что мне нравится свежая консистенция, вот все-таки дорогие люксовые туши, они как будто дольше остаются первоначальные консистенции вида и действия, может это мне показалось, но тем не менее это так долго было у меня, что я аж думаю странно, когда она закончится, потому что я привыкла к тому, что полтора месяца бюджетная тушь, и все, давай, до свидания, у нее вот такая большая щеточка, ну это спустя вот месяцы использования, да, она чуть-чуть, конечно, взялась комочками, поэтому она в пустых банках, у нее вот аромат туши есть, и она не раздражает глаза, она легкая, ой, я когда-то делала тест-драйв, и в инстаграме у меня есть то ли рилс какой-то, то ли что-то я там снимала, ресницы, конечно, безупречные, но это Armani, это это недешево, еще один крем для лица, MediKate, он когда-то был и в фаворитах года, и он действительно заслуживает свое место там, это крем с витамином С, который я покупала по той же акции, с хорошей скидкой, дневной крем с ПФ30, он и питательный, господи, как я его любила, девочки, правда, он поддерживал кожу в хорошем состоянии, и даже когда я, например, там не успевала нанести СПФ или забыла, я никогда с ним не сгорала, даже в отпуске, для меня это было как два в одном, вижу, что только сейчас, вот спустя долгое время он окислился и стал оранжевым, остатки, да, но он сам по себе белый, у него приятная консистенция, аромат цитрусовый, и это, конечно, было наслаждение, мне кажется, мне не кажется, я это замечала, что когда я использовала этот крем, то у меня, во-первых, не забивались поры, у меня кожа была в хорошем состоянии, и здесь витамин С, ну, не в той форме, плюс это упаковка, которая открывается, закрывается, и постоянно происходит процесс окисления, но все равно он слегка выравнивал тон кожи, ну, короче, крем, девочки, отменный, если вы где-то можете найти Мэдикейт, и цена для вас окей, то я рекомендую, это один из тех кремов, которые, ну, вот мне хотелось бы иметь в своем уходе, чуть ли не на постоянной основе, весна была сложной, поэтому я ковыряла лицо, использовала подсчет прыщей, никто уже не сомневается в том, что я покажу Сомбайми, у меня здесь еще и есть пиорито, пиорито, и вот если сравнивать, правда, здесь меньше патч, здесь аж 51 штука, если у меня есть выбор, я беру самое эффективное, то, что снимает воспаление и делает его более плоским, вообще, лучше его заклеить, чем замазать какой-то штукатуркой, не особо видны вот эти патчи на лице, это мое мнение, вы знаете, и, кстати, я очень часто получаю от вас обратную связь, обратный отзыв о том, что, слушай, Оля, ты была права, это действительно работает, крем под глаза, пиорито, с цинтеллой, здесь и пептидный комплекс, и 49% экстракта цинтеллы азиатской, Мадекаса Сид, это вот такой крем, сколько его здесь, 30 мл, он очень большой, у него неплотная консистенция, он просто увлажняющий, он не раздражает глаза, он универсальный, такой базовый, особенно он мне нравится в теплое время года, то есть весна, лето, вот, когда я не знаю, что купить, я беру его, вы писали мне, что есть версия без задушки, но, вот только сейчас, если бы вы не написали, я не обратила бы на это внимание, только сейчас осознала, что у меня пахнущая версия, но вот как-то, знаете, тут я не придеруюсь, для меня было окей, но из-за того, что это упаковка, где я нажимаю, я очень часто выдавливала больше, чем необходимо, поэтому я мазала на шею, так что у меня расход получился больше, чем мог бы быть, если бы это была помпа, я думаю, что 30 миллилитров мне хватило бы на год, это для молодой кожи, если вы не особо требовательны, там, если вам просто нужен базовый, увлажняющий, хороший крем, без спецэффектов, но я сейчас использую пюнкан юль, это нечто, и я сегодня только опубликовала видео с покупками iHerb, вы писали мне, что у вас такие же ощущения, что вам прям подошел крем пюнкан юль, так что будем посмотреть, как говорил мой папа, если тот вот и дальше останется таким роскошным, то я теперь постоянно буду покупать его, а если мне захочется вернуться к чему-то полегче, то, конечно, этот всегда, то, что я не показала в прошлый раз, в пустых баночках, еще в начале февраля, и эта банка все лежит, и лежит увлажняющий крем от Andalou Naturals, могу сказать, что он, ну, вот такой же по действию, по ощущениям, просто хорошо увлажняющий крем, если вам хочется формат поменьше, здесь 13 миллилитров, видите, какая разница, и у Andalou Naturals всегда такие чистые составы, как бюджетная опция, тоже на заметку, поживший пилинг для лица, здесь 30% фруктовых кислот, и 2% солициловой кислоты, это The Ordinary, не буду показывать вам вблизи, потому что выглядит ужасно, красный кровавый пилинг, ой, я вам много хорошего говорила о нем, и это действительно так, главное не перебарщивайте с ним, но если у вас плотная жирная кожа, которая привыкла к профессиональным пилингам у косметолога, то для вас это будут какие-то детские игры, для меня меньше значит больше, поэтому я предпочитаю не перебарщить, вот, как-то так, это пилинг, который, во-первых, хорошо обновляет, отшелушивает кожу, но это не значит, что она через 2 дня у вас совсем отвалится, это естественный процесс, и я не держу его так, как говорит производитель, чуть меньше, в зависимости от того, в каком состоянии у меня кожа, чтобы, знаете, потом не превратиться в вот такой цвет, то есть, подержала, чувствую, что подпекает, раз и сняла, но это, смыло, это не такое сжение, как, например, вот бывают у косметолога, или когда ты не можешь вообще выдержать, для меня это вот тот пилинг, который я спокойно могу делать в домашних условиях, и я знаю, что после регенерации у меня будет более свежая, отдохнувшая кожа, я сейчас так много вам рассказываю о том, что у меня было, и мне этого так не хватает, девочки, так что буду сама заниматься своей кожей, и делиться мотивацией с вами, чтобы мы вместе с вами, это вы совсем не скукожились, со всеми этими происшествиями, и, 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 вот этот пилинг, он делает кожу более такой равномерной по оттенку, но это, конечно, более эффективно, чем какой-то крем, от которого нужно ждать результат, или сыворотка, которую нужно использовать длительное время, чтобы заметить, пилинг это более такая, как бы, рабочая штука, да, которую ты нанес, через 5 дней, опа, ты видишь улучшение, кожа восстановилась, уже не такая сухая, ты видишь, что тут постакна у меня посветлели, и кожа более сияющая, вот, когда лицо ухоженное, оно изучает, вот, свет какой-то, не нужно уже мазать на себя хайлайтер, хайлайтер, а когда ты такой внутри, еще и снаружи ничего не делаешь, то потом, соответственно, выглядишь. У меня в руках сейчас 3 средства от бренда Люкс Визаж, это один из моих обожаемых белорусских брендов, и я никогда бы не подумала, что в мир косметики вернется, ворвется буквально политическая ситуация в мире, и на протяжении многих лет я правда бесплатно, бескорыстно показывала вам свои находки, сейчас я не получаю пиар-рассылки, к сожалению, мне правда очень-очень жаль, и мне жаль, что я не смогу это больше купить, и я вам больше скажу, несмотря на доступную цену, многим средствам я не смогла найти аналоги, ни среди чего-то доступного, ни среди дорогого, и многие удивились, Оля, ты что вообще из ума выжила, почему ты ищешь замену кремовым теням от Люкс Визаж в Люксе, что я там купила? Диор, дело в том, что оттенок, который я так много раз рекомендовала вам, особенно тем, у кого светлая кожа, это 103, нюдовый, бежевый, девочки, я перелопатила всю сифору, весь Росман и все магазины, но вот нет такого цвета, мне нравился цвет и формула, и пигментация, и стойкость, и я вот его просто тут изнасиловала, буквально для того, чтобы использовать каждую, каждую капельку, видите, какой он потертый бедняга, и я не нашла, что самое интересное, сколько бы я ни искала, поэтому надеюсь, что когда-то все изменится, и мир, конечно, не станет прежним, но мне хотелось бы, чтобы мы с вами разговаривали о косметике, об одежде, без каких-то «но», и чтобы, да, это просто были разговоры о косметике, и чтобы я могла заказать то, что мне нравится, то, что я люблю, у меня есть другие оттенки, но вот этот был по-настоящему уникальным, и короче, такой ситуейшн девочки, мне правда очень грустно, я не знаю, возможно, я когда-то озвучу свои мысли по поводу происходящего, и все то, что было на самом деле, и не только в сети, но и в реальной жизни, но позже, не сейчас, сейчас не время, и я хочу вам сказать, что я искренне ценю то, что за брендами часто стоят люди, которые не растеряли свою человечность, которые способны оказать поддержку, которые способны сопереживать твоему горе, твоему состоянию, и я это тоже не забуду, и я верю, что когда-то наступит тот день, когда мы с вами будем беззаботно болтать о косметике, перебирать баночки, а пока что в любой непонятной ситуации Оля начинает перебирать косметоз, мне это очень помогает, меня это успокаивает, меня это расслабляет, и это то, что я умею и люблю делать, и мы с вами здесь встречаемся, у нас с вами такой клуб по интересам, я надеюсь, что вам сегодня со мной было не то чтобы весело, но может немножко познавательно и полезно, и буду благодарна вам за поддержку, пальчиком вверх, А на этом мы с вами прощаемся, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро!